Хай-хоу, ребятки! Всем привет! С вами Брата, это Left2Survive, и сегодня мы будем тестировать новую пушечку, которая называется Barrel of Man. Давайте посмотрим, что это за пушка! Вроде как, с виду, это то ли снопа, то ли пулемёт. Знаю, что такие противоречивые друг другу пушки, но, блин, говорю то, что вижу. Так, тихо. Нет, это просто автоматик, что ли, да? Серьёзно? Да, это просто автомат, у которого офигенно большой дэмэдж. Но... Ой-ой-ой-ой, сейчас меня зажмут. Надо немного с этими разобраться, и надо толстяка жахнуть, боже мой, быстрее. Хорошо, отлично. Убрал толстого, толстого убираешь, все умирают. Неплохая пушка, кстати, её очень легко контролить. Да, ребят, в этой игре нужно контролить пушки, вы не удивляйтесь тому, что я говорю. Блин, шикарная пушка, реально шикарная пушка. В этой игре нужно контролить пушку, ребят, потому что её постоянно носят вверх-вниз. И здесь контроль очень сильно похожий на Plurkenau's Battleground. Как бы это смешно ни было, это действительно так. В этой мобильной версии игрушки нужно контролить, нужно уметь спрей. И вот данная пушка, вот этот Barrow, он реально крут. Он почти не выбрасывается вверх, и его действительно удобно контролить. Не знаю, можно ли его купить не за золото, не за дон-валюту. Если да, то об этом стоит задуматься и приобрести его. Но я уже сейчас вижу, что, к сожалению, нет, нельзя доступно по специальной скидке. Сегодня именно 138 вместо 345. А это означает, что приобрести за обычную валюту, вот за обычные баксы её нельзя. Что очень сильно огорчает, ведь пушка всё-таки действительно крутая. Ну что, ребят, пишите. Пишите, кто протестировал, и пишите, кто приобрёл эту пушку, кто с ней уже катает, как она вам в деле. А на этом всё. Всем спасибо. Пока-пока.